Саран-саран, с вами Ри Ран и это дайджест кип-поп новостей Самая громкая новость этих дней, которая активно обсуждается Это то, что Со Джун Ки станет папой И всякие разные другие подробности, которые всплывают от инсайдеров и прочих Также нам Джун из BTS пожаловался на то, что у него достаточно плохое зрение И тоже эта тема активно обсуждается Бум Гю из Tomorrow By Together, как считают некоторые, обскорбил своих одногруппников Есть некоторые новости про хейт, по поводу и без А в общем-то мы с вами об этом прямо сейчас будем говорить поподробнее, полетели Пак Богом подписал контракт с агентством, уже официально стало известно с каким The Black Label Да, тот самый, который типа дочерний у YG, но на самом деле не сильно дочерний То самое, с которым подписал контракт недавно The Young из Big Band И вы знаете, ежели так дальше пойдет, мне кажется, скоро Black Label начнет врываться вообще В глобальную большую четверку или что-то вроде того, потому что это агентство все больше на слуху в последнее время Что касается Пак Богома, да, официально подписал Никаких подробностей пока что нет Я знаю, что есть определенные проекты, над которыми сейчас уже или работает, или планирует приступить к Пак Богом В самом агентстве The Black Label, я уже упомянула, это Яна, также у нас там, знаете, кто числится Чон Су Ми, Дион Ти, некоторые другие Я напомню, что это лейбл Тедди, по сути, он как бы там сейчас управляет всем Как генеральный директор, не знаю, насколько он там основатель И вот они сказали, что теперь мы будем продюсировать не только айдолов, но и актеров Мы подумали, решили, будем менеджментом, значит, их заниматься Хорошо, я надеюсь, что все как бы у Пак Богома сложится Ранее он 10 лет просуществовал в своем прежнем агентстве, которое называлось Blossom Entertainment Что там пошло не так, видимо, не устроили условия Либо The Black Label предложил какие-то более выгодные Я надеюсь, что, естественно, этого актера мы будем видеть в крутых ролях, в крутых картинах В прошлом выпуске как раз таки мы упоминали Пак Богома, что пошел слух про хайп И хайп тоже сказали нет, классный, но не наш Но не так они, конечно, сказали, просто сказали нет, это все неправда Поговорим про него, станет папой и женился Вот сразу две новости большие свалились То есть сначала, что женился, а потом, что жена у него беременна Но это было в одном как бы сообщении, но то есть одно за другим И говорят многие, наверное, он решил сообщить о беременности супруге как раз таки после женили Поэтому сначала расписались они, а потом уже, собственно, нам это все рассказали Значит, супруга его, Кэти Луис Сандерс, та самая, на которую думали, все подтвердилось Уже некоторое время назад, но мы с вами, по-моему, в последний раз обсуждали это как вероятность, которая сильно на то похожа И также всякие разные другие подробности сейчас всплывают как о его супруге О семье, что, дескать, она уже год живет в Южной Корее И что он даже специально для нее нанял переводчика, поскольку не может все время находиться с ней И поэтому переводчик сопровождал ее для того, чтобы ей было легче, собственно, в магазин хотя бы сходить элементарно или куда-то еще И когда он узнал, что она беременна, он пригласил ее семью, ее семья переехала тоже в Южную Корею для того, чтобы заботиться о ней И, боже, это очень трогательно и правильно, учитывая, что ему нужно заниматься работой, продолжать свою активную деятельность А девушке, будущей маме, нужна помощь, нужен присмотр И, по-моему, в своем сообщении он так достаточно тепло отозвался о ней, как о человеке, которым он будет заботиться И что она очень умная, и что она, в общем, все, все только хорошее, все только приятное Говорят, что она на год его старше Естественно, сравнивают его предыдущее заявление, когда в семнадцатом году, по-моему, он женился на другой актрисе Вот многим не нравится, что сейчас ее в контексте этих новостей все упоминают Я не буду, я думаю, кто знает, тот знает Сейчас у него уже новая жизнь, и вот эти вот все споры и сплетни, почему, да как так случилось, мы с вами поднимать не будем Но другие сплетни обсудим, потому что диспатч, значит, поделились своим расследованием, можно так назвать Из их сообщений, похоже, что они, в принципе, знали всякие разные подробности еще до того Но, по всей видимости, решили опубликовать их, возможно, из уважения, возможно, под другим каким-то соображением Только вот после того, как уже официально сам Соджунки сделал вот это вот заявление на своем фан-кафе И что нам диспатч рассказали? Что, да, действительно, ее семья переехала в Южную Корею Рассказывается, где они живут и сколько стоит эта вилла, в которой они сейчас проживают Я не помню, у них или нет, но, в общем-то, были еще другие разговоры По-моему, это была отдельная статья о том, что в будущем они планируют переехать, как семья, в какой-то другой дом Там в центре Силва, там тоже какой-то крутейший, дорогущий И там даже прикладываются всякие разные крутые фотографии Люди уже по-доброму завидуют, говорят, да, действительно, актеры вообще знаменитости в Южной Корее хорошо зарабатывают Окей, ладно, что еще? Диспатч опубликовали некую фотографию, ну, явно сделанную папарацци Где она, предположительно, со своей мамой выбирает детские вещи Это детский магазинчик, это вообще крупный бренд на самом деле Бонпоинт, вот так он называется И все, сразу же пошли слухи о том, что, скорее всего, они ждут девочку Почему? Вообще, как объясняется, я сильно не в курсе Этот бренд вообще специализируется на детской, именно мальчуковой одежде Но у них есть много девичьих прикольных платьиц И там, в принципе, на той фотографии тоже можно видеть платьюшки Все, многие увидели эту фотографию и сделали вывод о том, что, скорее всего, будет у этой пары девочка Но откуда, опять же, такая информация? Опубликовали пару комплектиков и сказали, что как раз-таки вот что-то из этого она там и покупала Они нейтральны, поэтому пол ребенка как бы сильно не поймешь Но потом еще появилась информация о том, что вроде бы как вообще, наоборот, ей подарили некоторые детские вещи Вот из этих комплектиков что-то И она пришла, обменяла на что-то другое, что ей больше нравилось В общем-то, вот такие разные всякие подробности сейчас появляются просто вот так одна за другой Статьи публикуются то там, то сям Уже даже не тезены некоторые сопоставили их внешность И вывели предположительно, как будут выглядеть их детки Если родится мальчик или если родится девочка Детки, может быть, одна детка Тут-то мы посмотрим И, естественно, целая куча всяких разных статей В которых собираются фанатами фотографии Различные взаимодействия со джунки с детками И говорят, боже, он будет идеальным папой Потому что он так классно в роли папы выглядит Что касается самой свадьбы, всего остального Агентство уже подтвердило, естественно, всю информацию Но они вроде бы как просто расписались сейчас А вот саму пышную свадьбу планируют сыграть позже Когда посчитают нужным, вот, в общем-то, по-моему, и все Ничего не пропустила, все быстренько рассказала Хочу некоторую ситуацию обсудить, не новость вообще Просто решила вот такую тему поднять Касаться она будет Хичоля и Супер Джуниор И также Ом Хён Гён Это актриса Они собрали, значит, в шоу разговорно-обсуждающем Ask Us Anything, называется Оно вышло в эфир 28 января И, собственно, там они всяко-разное обсуждали Вспоминали в те времена, когда оба эти артиста Снимались в Raybone Romance Они тогда совсем еще были молоденькие И вот Хичоль сказал, там даже была сцена с поцелуем И все такие, вау, что, правда, да? Ну-ка, напомните нам И вот Хичоль сказал, что эту сцену с поцелуем Пришлось переснимать множество раз Было сделано много дублей, потому что режиссеру Все не слишком-то нравилось Он говорил, что слишком заметно, что вы целуетесь Не по-настоящему И просил настоящий, что ни на есть, поцелуй Но вот в этот момент Ом Хён Гён сказала такую вещь Дескать, я не уверена, что проблема была с этим Возможно, да, возможно, нет А возможно, просто кто-то плохо целовался Вот так вот она сказала И я вообще думаю, что, наверное, ты до меня вообще ни с кем не целовался Скажи, пожалуйста, я была тем, с кем у тебя был первый поцелуй, да или нет? И знаете, конечно же, Хичоль засмеялся И все это выглядит очень мило Это дела прошлые И, возможно, действительно, это был первый поцелуй или нет Но меня немножечко смутило Не знаю, что не хотела бы я оказаться на месте Хичоля Обсуждая вот такие подробности Поведение фанатов на концертах Уже даже есть целые составленные чуть ли не методички для поклонников Как нужно себя вести Знаете, что-то вроде кодекса морали такого И вот активно сейчас обсуждается концерт, недавно проведенный ребятами C.I.X По большей части Бен Джиньона Говорят, что он был шикарный Вообще Бен Джиньона выдвигают всегда вперед Но ладно, хорошо, статья ему посвящена Поэтому мы о нем тоже говорим Дескать, он на концерте был, конечно же, шикарен и миленький и все такое Упоминается момент забрасывания предметов на сцену Опять же, статья упоминается Джей Хоуп демонстрировал, как лучше, если вы хотите что-то передать артисту Как лучше это сделать Там с букетиков цветок, кстати, как он круто выглядит Как он прикольно поймал этот букет Ну, в общем-то, что-то летело на сцену Бен Джиньона там то ли притреснула, то ли еще что-то Он поднял, вроде как, ну ничего такого Ну, естественно, поклонники обратили на это внимание Сказали, Алену, хватит уже, сколько можно бросать что-либо на сцену Вы можете навредить, покалечить, возможно, кто-то упадет, спотыкнется Тем более хореографии и танцы Это обсуждается, но это не единственная проблема Там также во время того, как ребята говорили что-то, общались И каждый говорил там, ну, что-то, что он хотел сказать Была речь Бен Джиньона И одна из фанаток кричала и не дала ему закончить Он прервался, потом попытался еще раз сказать свою мысль Но она так верещала Поэтому он бросил все усилия И, собственно, заговорил уже другой участник Потом, конечно же, когда стали разбирать это видео Сказали, да там, по сути, кричала одна единственная фанатка И мы надеемся, конечно же, что поклонники C.I.X. по большей мере Там все на концерте вели себя хорошо Были все умочками Но вот из-за вот этих отдельных таких личностей Получаются такие ситуации Хвалят, конечно же, Бен Джиньона За то, что он спокойно к этому ко всему отнесся То есть, что не было там нервозности Или еще чего-то по этому поводу Но, тем не менее, напоминает о том, что Ребята, ну ведите вы себя культурно И немножечко более, ну, как бы Сдержанно и уважительно по отношению к артистам Есть у нас и другие обсуждения Так, например, Эн Хайпен сейчас активно защищаются Инжини, поклонниками Потому что считают, что Хайп урезает внимание ребятам И вообще, как бы, ну, пренебрегает ими Все почему? Потому что не так давно Хайп репостнули статью То есть, если они репостнули какую-то статью Соответственно, они с ней ознакомились И они ее как раз-таки рекомендуют для прочтения В этой статье идет, конечно же, про Хайп Про то, какие там крутые группы Упоминаются артисты В частности, обсуждается и четвертое поколение И вот там есть и про Tomorrow by Together И про девочек New Jeans И про Леса Рафим И другие артисты так или иначе упоминаются Или есть на фотографиях Но про Enhypen ни слова Как будто бы этой группы не существует Да, хайп мультивейбовая структура Да, у нее есть множество подразделений Я бы, наверное, сюда еще и En-Team добавила Вот, да, в сотрудничестве У них конкретно мальчишки Enhypen Belift Lab Это дочерний лейбл компании Хайп Но он в сотрудничестве с CJ Group Да, совместный такой лейбл Но все равно И, естественно, это очень сильно беспокоит Инжини Они говорят, что хайп, ну алло, ну что, у мальчиков Enhypen так мало достижений Нечем похвастаться Что они никакой вклад не сделали в этот рост хайп и все остальное Пишите мне, что думаете Мне, конечно, немножечко грустненько по этому поводу Сама статья писалась не хайп Но, тем не менее, говорят, что раз вы это одобрили и показали Значит, вы поддержали вот такой взгляд журналиста, который это оформил Дженни из Blackpink снова у нас попадает под критику на сей раз Из-за своего поведения и внешнего вида в аэропорте Она возвращалась из Парижа и была в Балаклаве В маске практически невидимка Быстренько-быстренько прошла себя в машину Уехала, по крайней мере, многие СМИ, которые прибыли туда, чтобы ее фотографировать Потом стали публиковать статьи, активно упоминая, что Дженни не поприветствовала журналистов И что появление в аэропорте является публичным мероприятием Что туда приезжают журналисты И, конечно же, не прописано нигде, что они обязаны там кланяться или приветствовать Но все равно это, ну, как бы приличие, правило приличия И она этим пренебрегла, закрылась всячески Даже публикуют какие-то, ну, так сказать, обложки для своих видео Где видно, что остальные девочки активно приветствуют, даже показывают сердечки Я имею в виду остальные девочки из Blackpink А Дженни вот такая замаскированная Прям вот так акцентируют на этом внимание Поклонники тут же стали защищать Дженни И говорят, вообще-то, если вы будете смотреть видео целиком Видно, что она в какой-то момент быстро повернулась, поприветствовала и села в машину Мало ли какая у нее была причина Но главное, что Дженни по большей мере почти всегда старается использовать поклон в 90 градусов То есть немножечко более вежливый, чем просто поклониться головой И, собственно, ну, я, честно говоря, согласна И она поприветствовала, поприветствовала Зачем вы раздуваете и делаете из нее какого-то злого персонажа И вот сюда же мне хочется добавить еще одно обсуждение Которое идет практически параллельно с тем, какая Дженни, значит, некультурная О том, какая Дженни культурная Потому что не так давно в Абу-Даби у девочек был концерт, насколько вы знаете И вот она посещала мечеть Появился кусочек из видео, да из видео, из скриншотов приближенных Видно, что Дженни одета в хиджаб Она посещала мечеть и поэтому ее хвалят за то, что она учла традиции и уважение То самое, которое проявляют, когда приходят с покрытой головой непосредственно в это место Не просто как достопримечательность, а что-то, что имеет важное религиозное значение Для жителей этого города, для жителей этого страны, для людей этого вероисповедания И поэтому ее всячески хвалят за то, что она вот так вот отнеслась с пониманием И более того, также оделась в хиджаб Поэтому, видите, все неоднозначно, как всегда Прямо сейчас буду говорить спасибо тем авиатам, кто стал спонсором этого новостного выпуска Прочитаю ваши комментарии, которые вы мне прислали Светваночка, ты пишешь Людям не всегда нужны советы Иногда им нужна рука, которая поддержит Ухо, которое высушает И сердце, которое поймет И чтобы все это у тебя было Спасибо тебе большое Как раз на последнем сеансе психотерапии мы обсуждали то самое поддержку И вы знаете, когда тебе очень плохо, ты настолько чувствуешь себя отдельным от всего мира И если вот в этом твоем пузыре, в который ты попал, да Хоть немножечко рядом находится человек Ты чувствуешь себя не так одиноко, не так тяжело Поэтому это очень правильно Спасибо тебе большое за вот такие слова и за такое пожелание Я в этом очень нуждаюсь И, конечно же, за твою поддержку Саранхульки Также вот нехороший Тоша Спасибо У тебя сообщение пришло с, конечно же, поддержкой Огроменной опять И меня в прошлых комментариях под прошлым видео даже поругали Сказали, а ну не обижай Тошу Чего ты тут зажалуешься? Ну не так, конечно, просто сказали тебя не обижать Если я обидела, сори Это все потому что, ну вот такая я не умею, наверное, выражать благодарность Потому что смущаюсь И это, возможно, выглядит вот так И я такая жужужу-жу, бурчу что-то Спасибо тебе еще раз большое за поддержку Больше я не буду возмущаться, что вы меня поддерживаете вот такими большими сумпами Спасибо тебе еще раз большое за все-все-все-все-все Вот, и Саранхульки Также сообщение от Туяночки пришло Дорогая Ари, привет Спасибо огромное за ваши новостные ролики Смотрю только вас Оставайтесь всегда таким же светлым и позитивным человеком Люблю вас И три восклицательных знака Туяночка, спасибо тебе большое за пожелания Опять же, из разряда тех пожеланий Когда я вдруг чувствую, как будто у меня день рождения Или что-то такое Вот, да И также Айрин На дофамин поддержка мне пришла Или Ирина, или Айрин Господи, я все не могу понять Как можно мне, пожалуйста, в комментариях, как лучше называть Я буду Айрин, если не увижу комментария с пояснениями Спасибо большое за дофамин Туда же мне надо к серотонину И вот это вот сердечко Скорее всего, мне кажется, ты армия или нет Тоже спасибо большое за поддержку Ребята, всем и каждому отправляю, как всегда, вот такую приборшую вам саранхель от меня И теперь возвращаемся к новостям Хорошо, что там у нас Бум Гю из Tomorrow by Together сделал Обозвал свинками Участников не кого-то конкретно А некоторых из них, кого мы не знаем Что произошло? Было у них шоу Это шоу, программа Вот это таки без программы Они там болтали, играли, кушать готовили, по-моему, если не ошибаюсь В какой-то момент у них спросили Правда ли, что участники Tomorrow by Together мало едят И как раз-таки Бум Гю отвечал на вопрос И он говорит, ну не совсем так, у нас половина есть мало, а вторая половина И тут он забыл слово Ну предположительно, это было слово обжоры И он сказал, как они там называются, свиньи Да, вот вторая половина у нас свиньи Все? Все! Вот, его просто на хейт подняли в социальных сетях Что он обозвал мемберов свиньями Насколько это некрасиво, насколько это некультурно Что как бы там ни было, это говорить плохо Многие даже программу не видели Просто распространяют этот скриншот И все обвиняют его Вот в этих всех словах, знаете, которые заимствованы Я их не запомнила еще Но что-то типа жирафобии и все остальное Дескать, таким образом он принизил Ну не только мемберов В BTS А причем из BTS Tomorrow by Together Но и всех людей, у которых есть повышенный индекс массы тела И прочее другое Кто, возможно, от этого страдает в плане здоровья А он вот так вот взял этих людей По сути, назвал свиньями К счастью, пришли люди из корейского сообщества И объяснили Подождите, не концентрируйте внимание на конкретно этом слове Потому что в контексте он их не обозвал Какими-то не такими, там, в плане веса или еще что-то И абсолютно не имел в виду вес Он говорил про порции, которые едят Про ту еду Потому что свиньи, как считается, по сути Едят все, что им предложат, столько, сколько им предложат Ну то есть не сильно-то переборчивые И речь шла только о количестве съедаемой еды А не о весе или о чем-то еще Более того, в Южной Корее само слово свиньи Оно не такое, как бы, обзывательное, да, чем в мире И, в принципе, оно отождествимо со словом обжоры И так, по сути, называют людей, которые едят много Ну то есть это нормальное такое в обиходе слово Не оскорбительное Вот, успокоили, но я надеюсь, что все это услышали И никто теперь плохо про Бомгю не думает И уж тем более не идет ему катать что-то плохое Кстати, упоминается, что вообще сами участники Tomorrow by Together достаточно чувствительны к теме веса Поэтому Бомгю, естественно, такое бы просто не ляпнул Или если бы даже и ляпнул, то в эфир бы это не попало Но я хочу сюда вот добавить приятности по поводу Бомгю Потому что распространяются обсуждения его крышесносности Кто-то говорит, нет, я не могу смириться с тем, что он настолько красив Да, Бомгю еще с самого своего дебюта и преддебюта Был прям такой визуально очень красивый мальчик И вы знаете, я уже несколько раз, 100 миллиард, наверное, раз говорила Боже, насколько он красивый И говорят, что сейчас он, кажется, достиг просто пика красоты Потому что смотришь на него и кажется, что он какой-то нереальный Но вот настолько красивая у него мордаха И говорят, что вот если кто-то и способен переплюнуть красоту Бомгю То только сам Бомгю в перспективе Потому что с каждым разом он становится все красивее и красивее Сейчас хочу остановить наплыв в комментариях Где будут говорить, что есть другие красивые адовы Подождите Нет, это, знаете, из разряда такого Типа, мой любимка окраши всех Там, мой лучше всех поет Мой к во сне всех танцует Даже если он вообще не танцует Но я смотрю, мне нравится, значит, к во сне всех Нет, это исключительно просто такие приятности Сказанные в адрес Айдола Хотела показать вам все эти фотографии Которые здесь были добавлены в статье Чтобы вы тоже полюбовались Переходим к следующей теме И касаться она будет Еджи из Ичи Которую, в принципе, можно поздравить с обновкой Только наоборот Потому что она избавилась от своей легендарной родинки на носу Она, естественно, эта родинка уже полюбилась В целом в образе Еджи поклонникам Но вот первые фотографии После того, как она от нее избавилась Уже распространяется по сети Кто-то ее поздравляет Кто-то обсуждает И как? Сильно ли она поменялась? Да как по мне, не сильно-то и поменялась Но на самом деле Она не считала это своим каким-то дефектом внешности Или чего-то такого Комплекса и все подобное Она заранее предупредила Сказала, что ей нравится ее родинка Но она стала увеличиваться Исключительно из соображений здоровья Она ее удалила Поэтому поздравляем ее с обновкой Я за здоровье Вот, хотя мне родинка ее тоже нравилась И вообще, вы знаете, что Еджи мне нравится Ну, что касается здоровья девочек Ичи из обоймы На этот раз у нас вывалилась Юна Агентство просто сказало, что она на фонсайте Запланировано мне появится Фонсайн уже прошел без нее И не объяснили причину Вот, не то, чтобы я там сетую Просто человек взял больничный Нормально у всех бывает Она, в общем-то, на больничном не смогла явиться Я, конечно же, надеюсь, что ничего там серьезного у нее нет Что она быстро поправится Потому что даже как-то относительно сроки окрестили До какого промежутка времени она в расписании участвовать не будет Это ничего-то там продолжительное По-моему, то ли 6, то ли 8 февраля она уже должна присутствовать Если ничего не поменяется Но вот сейчас поклонники ИЧИ, конечно же, активно ее в социальных сетях поддерживают Желают ей здоровья, печалятся И я даже видела такие комментарии Дескать, она так часто болеет Действительно ли она так часто болеет Расскажите мне, пожалуйста В общем-то, пусть поправляется Дейон и его новая прическа Ну как новая прическа Вот та самая прическа из клипа новенького Который у них вышел, я уже посмотрела И вы знаете, я собиралась вот в новостях Как раз таки с вами обсудить его прическу И свое мнение относительно той самой прически Которая у него была в клипе Но я уже все сказала в своей реакции Поэтому, наверное, пойдите, посмотрите Кому интересна моя реакция на Режан Плюс Вот такая у меня получилась сама интеграция Но я, наверное, коротко скажу Забудь с коленогами Говорят, эсэм, опять, опять Так ненавидели ту эру Когда мальчишек Тонбан Шенги Еще вот вранье, да Там, когда они прямо на пике На пике Сделали из них типа Не пойми что Конечно, ярко и потажно Но зачем вы так уродуете Мы как-то это все съели, пережили Хотя нам было неприятно И сейчас вы еще и с Тейоном подобное сделали Похожую на Чан Мина Ну, во-первых, не сильно-то похожую Ну, в смысле, похоже Но Чан Мин был более смешнючий А у Тейона, ну, блин, мне нравится Я уже сказала в своей реакции Заспойлерила Ну, да, я сказала об этом в своей реакции Что я подумала, почему нет Ну, почему нет Ну, мы не ходим так обычно в повседневной жизни И он так не ходит А для клипа классно Да, выделяется на фоне остальных Но там и остальные выделяются на фоне остальных Только по другим причинам Предположим, не прической Давайте обсуждать прическу Тейона Мне кажется, он такой получился классный Все, мне все равно нравится Тейон Ничего не знаю Нам Джун из BTS Боженечки кошечки Вы знаете, вообще в Южной Корее Проблема со зрением в принципе Это распространено Я уже переболела, когда узнала, что у Кая плохое зрение Я такая вся Ой, бедный ребенок Это уже было давно Он еще тогда был ребенок Когда я переболела Но потом я поняла, что да, действительно очень распространено В Южной Корее близорукость Чаще всего это в принципе как-то идет Исключительно генетически Но с другой стороны Также они там очень много учатся И детки в частности Поэтому это все, конечно же, негативно сказывается на зрении И вот не исключение нам Джун Уже ранее были в сети фотографии Где он в очках Люди обсуждали толщину его линз И говорили, насколько у него там все плохо Что такие-то линзы В очках, в смысле В самой оправе И вот он сейчас поделился результатами обследования Значит, чего у него На одном глазу минус 7,75 На втором глазу минус 7,5 И астигматизм 2,5 У меня зрение, ну, по крайней мере, когда я проверяла Вроде все нормально было там 100% Поэтому ни в ту, ни в другую сторону я не знаю Может быть сейчас ухудшилось Я просто не замечаю Но да, мне достаточно сложно понять людей с плохим зрением Я надеюсь, что, конечно же, это поправимо Хотя, наверное, не во всех случаях Но что касается Намджуна, не знаю, что у него конкретно И лечится ли это как-то Но, в общем-то, люди сейчас всячески печалятся по поводу Намджуна Показывают показательно, я бы так сказала Как видит обычный человек И как выглядит человек вот с такими проблемами зрения В общем-то, Намджунчик Я не знаю даже, что тут комментировать Господи, хочу, чтобы все здоровые были Почему так нельзя? Джин, будем обсуждать Джина? Давайте В прошлом выпуске мы обсуждали? Не помню Мне кажется, мы в каждом обсуждаем Но, по-моему, в прошлом не было Но это не точно Я уже запуталась Говорю, память у меня плохая Так вот Джин, значит, получил день отгула В качестве подарка Дополнительный день В качестве подарка За то, что победил в конкурсе талантов Неожиданность какая Больше мой Гордость Почему меня распирает Как будто это мой сын собственный Выиграл там где-то И его, в общем, похвалили Ладно, что там произошло Значит, они там какими-то командами Участвовали в конкурсе талантов Как раз таки на старый На какой старый? Лонный Новый Год Вот так это называется И он, говорят, как раз таки Свою команду тренировал Сам поставил хореографию Научил там всех танцевать Конкуренция у СБТС Чувствуйте уже, чувствуйте Ладно, я шучу В общем-то, школа Джина Дала о себе знать Их команда победила Их наградили Все поехали еще на денечек Дома побыть Ну, может, не поехали Но в копилочку себе Один день отгула положили Это зачетно Учитывая, что Джин Никогда не входил в Дэнс Вайн И, в принципе, никогда не считался Супер танцором Но всегда Сон Сандык его хвалил И говорил Ты делаешь успехи Даже когда зрительно Нам не сильно так казалось Но, блин Ну, сколько времени он танцует И поэтому не назвать его сейчас Профессиональным танцором Я не могу Потому что, действительно, опыт Сколько силы Сколько труда Сколько тренировок И всего остального И я ни капельки не удивлена Но еще раз радуюсь за Джина Господи Молодец Поздравляем Чонгук в тренде? Ничего нового Он у нас в тренде По какому поводу? По поводу трусишков Прикиньте В чем дело? Недавно, вы помните, объявили Биг Хит Мьюзик Что все ребята стали амбассадорами Тут вдруг что-то всем приспичило Собрать фотки Где он, значит, светит Келвин Клайн трусами И думает А вдруг он станет амбассадором Келвин Клайн Ничего не подтверждено Никакие вообще Как бы с официальных Каких-то вроде не было А уже слух пошел Но не тут-то было Не так давно Генеральный директор бренда А также еще кто-то там бренда Подписались на него в инстаграме И все такие Короче, подозревают Что в скором времени Вполне вероятно Чонгук опубликует Такую фотосессию Значит, с трусишками Да мы с вами помирали Когда Дженни, значит, публиковала Те фотографии Всякие разные видосы Насколько это было эстетично и красиво А теперь Чонгук И все говорят Будет круто Опять же, говорю Ничего не подтверждено Но уже в тренде Уже все обсуждают Кстати, Чиминку назвали Самой влиятельной личностью В неделе мод Он участвовал в показе Диор как амбассадор И это не просто По количеству всяких Вау и воздыхания А там какие-то индексы По прибыльности От каждого там амбассадора Трдт разных брендов Короче, Чимин, естественно Вырвался на первое место Поэтому тоже молодец Давайте в соли сейчас С перцем хотите В прошлом выпуске Обсуждали с вами Нью Джинс Эти самые заголовки Помните, не помните Оставлю, наверное Ссылку на сам сюжет в описании Дескать, хайп Закупили там статейки Которые принижают BTS Для возвышения Нью Джинс Для того, чтобы показать Мы, смотрите, у нас акции Все хорошо Опять же, напомню Что не было подтверждено Что это были статьи Купленный хайп Тем не менее На волне этого Обрушился негатив на девочек И они по большей мере Конечно же Сначала были из разряда Хайп Как вы так можете А потом напрямую Начали фуговать девочек Хейтерскими комментариями И если ранее В их социальных сетях Обычно собиралось По нескольку тысяч Комментариев То сейчас там Под постом 25 тысяч комментариев Большинство из них Это хейт В адрес девочек Дескать До этого Их продюсер Минхен Джин Выгребала Теперь на девочек Обвалилась Короче Вот она такая популярность Если вы все еще Вините в чем-то Девочек Нью Джинс Из-за того, что кто-то Что-то там упомянул Их в контексте С BTS Но если вдруг Вам докажется Пожалуйста Не надо Не пишите Никакие гадости Девочки-то Не виноваты Ни в чем Все, ребят Большое спасибо Что посмотрели выпуск До конца Как всегда Большое мое спасибо Всем айвятам Кто поддерживает меня Своими донатами А кто становится Спонсорами новостных выпусков Всем спасибо За пальцы Большие вверх Которые вы ставите За отзывы Которые оставляете И обсуждения Самое главное Не столько отзывы Сколько обсуждения И если вдруг Еще не подписаны Подпишитесь Пожалуйста На канал Опять же Только если хотите Вместе со мной Следить за новостями Кипу А на этом Хочу пожелать вам Хорошего настроения С вами была Рижан Люблю вас До свидания Пока-пока-пока